Божьей милости 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 упал с ребенком на этой лестнице. Но видите, Господь благ и милостивый и сохранил. Наверное, Он хочет, чтобы я сегодня был здесь. И знаете, как раз сегодня я хочу говорить именно о молитве. И естественно, как будущие верующие люди, мы должны что? Начинать все дело с молитв. Поэтому давайте помолимся. Я верю, что когда мы молимся, Бог нам помогает. Аллилуйя! Дух Святой, мы благодарим Тебя за то, что Ты присутствуешь на этом месте. Когда мы собираемся во имя Твое, Ты являешь свою реальность и свою славу. Дух Святой, мы сегодня нуждаемся в Тебе. Боже, мы призываем Тебя. Коснись наших сердец. Наполни наши сердца. Боже, учи нас и наставляй, Господь, чтобы мы совершали наш путь, взирая на Тебя, исполняясь Бога ведения. И, Боже, всегда во всем видели Твою Десницу Творящую. Отец, мы благословляем Тебя, Того, Кто сильный в нашей жизни, Того, Кто крепкий и могущественный. Башемишуа Машихейну. Амин. Аллилуйя. И вы знаете, друзья, свою проповедь я назвал «Неотвеченные молитвы». И я думаю, что в жизни каждого из нас были молитвы, на которые мы не получали ответа. Да? И у каждого, я думаю, на протяжении его жизненного пути возникал вопрос к Богу. Почему? Мы молимся о каких-то определенных вещах, но Бог нам не отвечает. И вы знаете, все как бы, ну, основная масса людей, которые уверовала вишуа, она читает Писание, она знает, что Бог говорит о том, что надо молиться. Это основа всех основ, что надо молиться, надо просить у Бога, просить и дано будет. Но зачастую люди молятся, а ответов нет. И так получается, что часто в жизни людей приходят разочарования от того, что я молюсь о определенных вещах, а ничего не происходит. Вы помните, наверное, что несколько недель назад вот Александр Шейнов говорил, что часто люди в таком состоянии, когда они не получают ответов, они молятся уже на автомате. Они молятся, приходят к Богу с прошением, зная, что ничего не произойдет. Они изначально уже знают, что ничего не будет, но молятся, потому что так принято в христианском обществе. Надо просить. Бывает категория людей, которая вообще может обидеться на Бога и сказать, я не хочу верить Богу, который отвечает. Что же такого? Неужели есть проблема в Боге, есть проблема в том, что не исполняется Его Слово? Ведь написано, просите и дано будет. Написано также, что в Евангелии это Анна, просите и дано, если чего, попросите у Отца во имя Мое, я то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Вы помните эти все местописания? Неужели Божье Слово не исполняется? Никак, друзья. Божье Слово, оно всегда является да и аминь, и оно исполняется. Вопрос того, что что-то есть в нас, что мы делаем не так. И посмотрите, есть другая категория людей, которая читает Слово много и для себя приняла не только просите и дано будет. Это люди такие твердые в своем решении, в своем характере, они двигаются неотступность, они хорошо знают притчу о судье неправедном и вдове, которая просила и получила по неотступности, также притчу о допущем друге, и они принимают в своей жизни такое решение. Я буду просить, несмотря на то, я буду просить, просить, пока не получу. Но бывает, что и такая категория людей, она просит, и по каким бы то причинам ответов нет. И знаете, размышляя на данную тему, я очередной раз понял такую поговорку, вы, наверное, все знаете, учение свет, а не учение тьма. И вот если мы не будем учиться, то мы будем ходить во тьме. Бог есть свет, и Он дал нам путь, путь ученичества, чтобы мы, изучая Его Слово, изучая Его постановление и законы, чтобы мы приходили в состояние, когда мы будем понимать духовные принципы, духовные вещи, то, что Он хочет сделать в нашей жизни и то, что Он делает. И если вы вспомните, когда Ишуа был в своем жизненном служении, то в один из моментов ученики Его, когда они были вместе, один из учеников подошел к Ишуа и сказал, Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников Свои, что-то было особенного в молитвах в жизни Ишуа, что отличало его от Иоанна, от других людей, и чему ученики хотели научиться. Хотя, если мы посмотрим, они были верующие люди, и они были не просто израильтяне, многие из них были людьми, которые следовали за Иоанном, они были учениками Иоанна Крестителя, а Иоанн Креститель, он был прогрессивный деятель, духовный своего времени. Вы помните, что весь Израиль выходил креститься у Иоанна Крестителя, но несмотря на это они приходят и говорят, Ишуа, научи нас молиться. Они понимали, что в ихней молитвенной жизни им надо развиваться и учиться. И мы с вами также нуждаемся, чтобы Господь Он нас учил, научил, как правильно молиться. Я ни в коем случае не хочу сказать, что мы не умеем молиться. Мы молимся, мы прекрасно молимся, мы знаем Бога, и мы видим великую Его славу, мы видим ответы. Бог отвечает на наши личные молитвы, Бог отвечает на наши нужды, Бог отвечает, когда мы собираемся собранием и молимся, но я хочу, чтобы этих ответов было больше, потому что когда больше Божьих ответов, больше Его славы в нашей жизни, потому что ответы на молитвы это Божья слава. И поэтому, друзья, наберитесь немножечко терпения, я буду говорить много из Писания, но я хочу, чтобы сегодня Слово Божие учило нас. Хорошо, первое место послание Якова. Сейчас, одну секундочку, а то у меня тут много очень закладок, надо найти. Послание Якова, первая глава, одно из моих любимых мест Писаний. Я эту главу знаю наизусть, когда-то нас заставлял в церкви пастырь учить, где мы сырые служили, учить эту главу наизусть. И она мне очень запомнилась и очень любимая. Первая глава со второго стиха с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка. «Если если у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром подымаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Посмотрите, все очень просто, Слово Божие говорит о том, что если человек сомневается, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Вы знаете, сомнение это вор Божьих благословений, и Бог, будучи любящим Отцом, Он дал нам пропуск в Божьи благословения, Он дал веру, поэтому мы и называемся верующими людьми, потому что у нас есть вера от Бога, у нас есть вера в Бога, и Бог хочет, чтобы мы двигая звери, возрастая в вере, принимали все то, что Он для нас обещает. Вы знаете, я хочу вам поделиться, с вами поделиться одним, опять-таки, примером со своей жизни, как Божьи Божьи благословения украли сомнения. Вот я очень научился этому примеру на своей личной жизни. Многие из вас знают о том, что у нас с моей женой Ирой есть определенные проблемы со здоровьем, хронического плана заболевания, и вот пришло время, когда мы только уверовали, стал вопрос о том, что нам необходимо было начать лечение. но мы были молодыми христианами, исполненными верой, но, скажем так, имеем мало знаний. И вот мы решили, мы говорим, нет, в нашей жизни мы будем двигаться верой, мы будем двигаться Словом Божьим, которое говорит, что ранами его вы исцелились, и это действительно истина. Я вам скажу так, если вы зашли к нам в комнату на тот период времени, мы были похожи на таких интересных людей. Я вот сейчас вспоминаю, иногда заходишь к какой-то бабушке в квартиру, а у нее икон 25 штук, и молитвы всевозможные висят. Вот у нас так все было завешено местописанием, местописаниями, говорящими об исцелении. И мы думали, что если они у нас будут, и мы будем систематически стоять и говорить вот так, вот так и так, все у нас будет хорошо. На тот период мы так верили, мы становились на молитву, мы говорили ранами Иисуса Христа, мы исцелились, но внутри наших сердец мы имели кучу сомнений по этому поводу. Потому что когда возникал вопрос какой-то сразу после молитвы, где-то заболело, мы ой, ай, просто исполненные сомнения были, но у нас не хватало мудрости или не хватало знания или не хватало возможности даже быть честными с самим собой. Я думаю, возможно, это был недостаток знаний каких-то определенных, но на тот период мы так двигались. Я думаю, это был хороший урок, я считаю, что урок был хороший, потому что я понял это, не надо человеку ограждаться от проблемы, от каких-то вопросов, перекрываясь местописанием. Надо быть честным с самим собой, если ты сомневаешься, скажи, Боже, я сомневаюсь. В Библии есть пример очень хороший этому моменту, в Евангелии от Марка в 9 главе, вы помните этот пример, когда мужчина пришел к Ишуа и говорит, мой сын безноватый, но проблема, твои ученики не смогли его исцелить, что такое Господи. Ишуа пообщавшись с ним говорит, если хоть немножко веруешь в веру, он говорит, верую Господи, но помоги моему неверию, потому что человек видел, что ученики, а ученики до этого, они совершали чудеса и знамения, Ишуа совершал чудеса, но ученики приходят и они не могут исцелить. Что может подумать отец? Конечно, он начинает сомневаться, произойдет ли исцеление, но приходя, пообщавшись Ишуа, он говорит, верую, но помоги моему неверию. Послушайте, нам, каждому из нас, очень важно понимать, что мы имеем веру. Бог вложил каждого веру, у каждого она разная, совершенно, это дар веры, он разный у каждого человека, но у каждого из нас есть возможность возрастать в вере, у каждого из нас есть возможность прийти в состояние, когда мы будем тверды и непоколебимы. Бог дал каждому совершенно одинаковые возможности, вопрос от нашего стремления, от нашего желания. И нам необходимо, как верующим людям, научиться быть честными с Богом и научиться быть честными с самим собой. Если ты веруешь, заявляй, что ты веруешь, но если ты сомневаешься, приди, скажи, Господи, помоги моему неверию, я сомневаюсь, начни изучать Писание, начни больше молиться, пребывать в молитве, в изучении Слова, слушай проповедь, езди на семинары, возрастай духовно. Послушайте, это важный момент, потому что сомнение, оно ворует Божие благословения. Давайте пойдем дальше. Первое Иоанна, третья глава 18 и 24 стих. Дети мои, стали любить не словом или языком, но делом и истинною. И вот почем узнаем, что мы от истины и успокаиваем пред Ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль ми пачи Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним. Друзья, мы будем получать ответы на наши молитвы, если мы будем исполнять заповеди Божьи и делать благоугодное перед Ним. Важный момент понимания того, что исполнение Божьих постановлений, оно дает возможность получить ответы на Его молитвы. Вы знаете, но смотря вообще на жизнь верующих людей и вот говоря о заповедях, о постановлениях людей, почему-то исполнение заповедей в новозаветнее время говорят, что исполнение заповедей это возлюбить Господа своего и ближнего своего, как самого себя, забывая о том, что это и есть весь свод законов, которые были в Ветхом Завете. И когда слышат слово заповедь и закон, людей начинают чего-то нервно дергать и они начинают говорить, что мы не под законом, мы под благодатью. Вы что, Бог любящий отец, Он прощает наши, даже если мы где-то неправильно сделали шаг, Бог нас прощает. Это действительно да, так, мы действительно не под законом, а под благодатью. И действительно Бог любящий отец, и Есть определенные условия прощения. Для того, чтобы Бог нас простил, надо покаяться за наши неправильные шаги. И покаяться не так, что мы бежим, ой, поняли, что это сделали не так, ой, Господи, прости нас, и пошел дальше. Нет, покаяние это значит, когда мы осознанно принимаем внутри своего сердца решение так больше не делать. Мы изучаем себя, мы изучаем, где мы поступили неправильно, мы изучаем Писание, мы изучаем вопрос, как нам выйти из данной ситуации. Мы изучаем вопрос, если мы поступили как-то неправильно в отношении ближних, мы делаем так, чтобы исправить наш поступок. Тогда это есть покаяние. Да, я скажу, что любящий ли Бог Отец? Конечно, Бог любящий Отец, но именно из-за своей любви Он нас и учит. И наказывает, чтобы мы исправились. Он хочет, чтобы мы пришли в состояние, когда мы не будем делать неправильных поступков. Бог любящий. Вы скажете, под благодатью мы. Конечно, под благодатью мы. Написано в Писании, что благодатью вы спасены, и сие не от вас Божий дар, чтобы никто не хвалился. Но Бог изливает свою благодать на ищущих. Он изливает свою благодать на жаждущих. Он изливает свою благодать на тех, кто хочет и стремится исполнять Его заповеди. Бог изливает благодать на тех, кто ищет Его лица. Послушайте, если мы внимательно будем читать Писание, то мы увидим, что благодатью можно лишиться. Благодатью можно лишиться. В послании к евреям, в 12 главе, в этом написано, что если какой-то, смотрите, не лишитесь Божьей благодати, чтобы не возник между вами какой горький корень. Благодатью можно лишиться, друзья. И сегодня я хочу сказать, что люди, не понимая того, что надо исполнять заповеди, для того, чтобы получать ответы на свои молитвы, надо жить по Божьим принципам. Бог хочет, чтобы мы исполняли то, что Он нам говорит. Простой пример, посмотрите, простой пример земных родителей. Мы, как родители, что? Мы хотим дать нашему ребенку все самое лучшее. Когда он просит, мы хотим дать. Но мы где-то иногда останавливаем это, чтобы, понимая, что не всегда то, что они просят им в добро. Но мы хотим, наше стремление, как отца, дать. Но когда наши дети ведут себя неправильно, что мы делаем? Мы их начинаем ограничивать. Мы начинаем их не давать, для того, чтобы они что-то поняли в своей жизни. Так же самое с Богом. И сегодня люди, не понимая того, что она очень важна вообще в жизни, не просто в молитвенной жизни, для того, чтобы получать ответы на свои молитвы, надо жить правильной, правильной христианской жизнью. И сегодня мы можем видеть людей вокруг нас, которые много времени молятся о определенных вещах, но ничего не происходит. Но смотря на эти жизни, на жизни этих людей, можно сказать, остановись, перестань делать не какие-то непонятные вещи, какие-то странные дела, начни исполнять Божью волю, начни исполнять Его Слово. Друзья, мы видим ситуации, что бывает, что, к примеру, там женщины молятся за своих мужей неспасенных, но внутри себя они склочны, они ругаются, сплетничают, клеветники, клевещут, мужам непослушны. Бывают такие ситуации, как муж придет к Богу, когда ты живешь подобным образом? Начни поступать по Слову Божьему, начни исполнять Его волю, начни жить благочестиво, и тогда мужья будут приобретаемы. Так говорит Его Слово. Мы видим ситуации, когда люди начинают выступать против дьявола, там, связывать его, все. Но что надо сделать вначале? Перед тем, как выступить против дьявола, надо смириться пред Богом. Есть принцип простой. Смиритесь пред Богом, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Это надо сделать. Надо вначале сделать правильные вещи. И возлюбленный, я в коем случае не хочу сказать, что это ваша ситуация, или кого-то обидеть. Но мы должны понимать эти принципы, что для того, чтобы получать ответы на молитвы, мы должны исполнять Его Слово. Так говорит Слово Божие. Я этого не придумал. Это говорит Божье Слово. Пункт третий. Якова, четвертая глава, с первого по четвертый стих. Откуда у вас вражда и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете. Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имейте, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а для того, чтобы употребить для вожделений ваших. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром, есть вражда против Бога. Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Удивительно, да? Удивительно прекрасный отрывок. И Бог не отвечает на молитвы, если мы просим для наших вожделений. И слово само такое, да, вожделение, красивое такое слово, да, вообще, я считал такое, вожделение. Но у дьявола так и бывает, что за красивой оберткой появляется что-то очень некрасивое. И значение слова вожделение – это наслаждение, удовольствие. И этот отрывок, он как раз и показывает, что когда наши молитвы, когда наши прошения, они для наших вожделений, то ответов как раз и не будет. Посмотрите, к чему происходит, приводят вожделения наши. Они приводят к вражде, они приводят к распри, вожделения приводят к зависти, вожделения приводят к тому, что мы даже не можем молиться. И, естественно, вожделение приводят к тому, что мы не получаем ответы на наши молитвы. Все очень просто. Писание говорит само за себя. Мне остается лишь только говорить то, что говорит Слово Божие. Потому что, когда мы просим чего-то для наших удовольствий, мы начинаем искать дружбы не с Богом, а начинаем искать дружбы с миром. Но как же, друзья, ведь мы живем вроде все в этом мире, и Писание не говорит нам о том, чтобы мы вышли из этого мира. Правильно? Ну, не надо нам прятаться куда-то в монастыре. Нет, нам надо жить среди людей этого мира. И мы постоянно с вами соприкасаемся с этим миром. Как же нам определить с вами эту грань нормальных человеческих желаний и грань вот этих возделений, когда наши желания, они переходят в возделение. Писание пишет, что рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к Нему. И мы с вами должны хранить себя. Все очень просто. Мы должны хранить себя. Ведь хотя мы и живем в этом мире, но пребываем там и в Царстве Божьем. Аминь. Мы небожители. И жить мы, в принципе, должны как не от мира сего. Я не говорю о том, что мы ходить должны быть такие странненькие. Нет. Но смотря на наши жизни, люди должны видеть в нас христиан. Люди должны видеть в нас небожители. Потому что мы, живя на этой земле, мы в Царстве Божьем. И нам надо искать дружбу с Богом. Искать горнего, где Христос сидит о десную Бога. О горнем надо помышлять, а не о земном. И тогда мы с вами сможем иметь вот эти как раз четкие разделения. И четкие понимания того, где возжиление, а где наши непосредственные нужды. Если наш внутренний человек будет бодрствовать, то мы всегда будем иметь внутри своего духа понимание. Потому что наш дух, он будет открыт для действия Божьего Духа. Который как раз и будет наставлять нас в этом вопросе. И когда мы будем приходить с прошениями к Богу о каких-то определенных материальных нуждах, мы будем понимать, что если у меня, к примеру, есть там две пары нормальной, современной, зимней обуви, а я, проходя мимо бутика, смотрю, думаю, ох, мне хочется еще одну, вот такая, с новой коллекцией, со скидкой 30%. То, что это? Я думаю, что это возжиление. Я думаю, что это возжиление. Или когда ты ездишь на «Жигулях», но ты смотришь на брата, который ездит на джипе, и ты думаешь, как я хочу такой джип. Ты начинаешь молиться о том, что, Боже, дай мне, дай мне такой джип. И ты представляешь, как ты приезжаешь к общине, выходишь с этого джипа, и все думают, вау, какой классный брат, какой крутой брат, ой, серьезное дело. Что это, друзья? Друзья, это возжиление. Это возжиление. Если ты хочешь иметь какие-то вещи, я думаю, что не стоит в такой ситуации начинать молиться. Работай, откладывай деньги, будет Божья воля, поменяешь машину. Но думать о том, ездя на «Жигулях» молиться о джипе, потому что у брата есть джип, это не серьезно. И, вы знаете, если мы вспомним как раз вот ту просьбу, в которой ученики просили у Ишуа о том, чтобы он научил их молиться, если мы посмотрим контекст главы, где написано о молитве «Отче наш», то мы увидим там интересные вещи. Написано о том, ну, контекст всей главы, написано о том, что... Ишуа, когда отвечает им, он говорит им о том, чтобы они просили у него на насущные нужды. И после молитвы «Отче наш» идет как раз ситуация, когда Ишуа объясняет им историю, преподает притчу о докучливом друге. И после этого он говорит следующие слова. Это Евангелие от Луки, 11 глава. И говорит, какой из вас отец, когда вы просите у него хлеба, подаст ему камень? Или когда просит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если просит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злым, умеете даяние благие давать детям вашим, то тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у него. Интересный момент, что говоря о принципах прошения, Ишуа говорит, вы будете просить хлеба, а Бог вам даст Духа Святого, просящим у него. Как это так? Но вы знаете, как раз-то я хочу сказать, что Дух Святой, Он и утвердит наш Дух в вере. И мы получим все то, что мы просим для своих насущных нужд. Ведь мы не просто так называемся верующими. Бог хочет, чтобы мы просили с верой, и Дух Святой, Он будет направлять нас в наших прошениях. Наши жизни должны быть движимы верой в Бога. И тот, кто верует, он будет отдан тому, в кого он верует. И его сердце, оно будет благодарно, благодарно Богу. И вы знаете, я хочу сказать, что для того, чтобы понимать эти моменты, для того, чтобы это местописание, оно оживало в наших сердцах, и мы не имели вожделений, нам надо что делать? Нам надо хранить себя, и нам надо бодрствовать. И бодрствовать, ищая Его лица, и исполняясь Его истины. Хорошо. Не хочется вас морозить, стараюсь быстрее говорить. Еще есть несколько пунктов. Давайте перейдем к четвертому пункту. Пункт четвертый. Первая Иоанна, пятая, глава 14-15 стих. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы не просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Бог отвечает на наши молитвы, когда мы просим по Его воле. Но для того, чтобы просить про Его воле, мы должны Его волю знать. И недостаточно просто знать Его волю. Надо еще принимать Его волю. Надо принять то, что Он говорит. И я вам скажу, что за свою жизнь я встречал людей христианскую, я 10 лет в Господе встречал людей, которые просили, просят и молятся о молитвах совершенно не по Божьей воле. Опять расскажу пример. Одно время мы с моей женой служили в одной общине. И в один из моментов люди начали молиться о новой машине для пастыря. Пастырь ездил на тот период на Мерседесе. Да, это не был Мерседес С-класса с последнего года, но это была 10-летняя машина, которая нормально ездила. И вот люди приняли для себя решение, и они молились. Молились, молились, молились. Знаете, что самое интересное? Что пастырь, он не просил этого делать. Он ездил на своем Мерседесе и благодарил Бога за то, что у него есть транспортное средство. Но люди решили в своем таком стремлении, как бы благом молиться о том, чтобы Бог дал пастырю новую машину. Я начал говорить, я говорю, друзья, ну воля ли это Божья? На что мне сказали? Я начал апеллировать Писание, мне говорят, не видел того глаз и не слышал от того уха, что приготовил Бог любящим его. Вы знаете, я подумал, ну неужели Бог для каждого из нас приготовил Тойоту Камри последнюю? Я думаю, что, наверное, не это. И вы знаете, если мы почитаем вот этот отрывочек, как раз всю нашу главу, то мы увидим очень интересные вещи, что Писание говорит, что любовь к Богу – это и есть исполнение его заповедей. Вера – это и есть победа над миром. И это как раз то, о чем мы говорили в предыдущих пунктах. И дальше вот идет наш отрывок, который мы только что зачитали, а за ним написан пример практической веры. Я вам сейчас прочитаю, вот это вот все вместе, чтобы было более понятно. И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего по воле, его он слушает нас. А когда мы знаем, что он слушает нас во всем, чего бы не просили, знаем и то, что получаем просимое от него. И далее. Если кто видит брата, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему, то есть согрешающему грехом, не к смерти. Есть грех смерти не о том, говорю, чтобы он молился. Всякая неправда – есть грех, но есть грех не к смерти. Оказывается, ситуация очень удивительная, что не надо молиться за брата, который 10 лет в Господе, но вдруг начинает жить в блуде. Не надо этого делать. Писание говорит, что не надо. Что надо сделать? К этому человеку надо подойти. С ним надо пообщаться, его надо обличить, его надо наставить. Если он примел, покаялся и принял твое обличение, встал на путь исправления, мы принимаем этого человека? Если же нет, мы перестаем даже с ним общаться. Но не надо молиться за него, стоять, собирать группы и молиться о том. Так говорит Слово Божие. Вы знаете, я скажу, что в книге пророка Еремии есть очень интересный пример молитвы по воле Божьей. Это Еремия, 29 глава. И вы помните историю о том, что царь Ихония и многие мужи израильские, они были царем Навуходоносором, уведены в Вавилон. И в нашем отрывке как раз Еремия, он пишет письмо этим людям. И что он им говорит? Он говорит, так говорит Господь Савуов, Бог Израилев. Всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон. Стройте дома и живите в них. Разводите сады и ешьте плоды. Берите жен и рождайте сыновей и дочерей. И сыновьям своим берите жен и дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей. И размножайтесь там, а не умоляйтесь. И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас. И молитесь за него Господу. Ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Ибо так говорит Господь Савуов, Бог Израилев. Да не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас, и гадатели ваши. И не слушайте слов ваших, которые... Снов ваших, которые вам снятся. Ложно пророчествуют они вам именем Моим. Я не посылал их, говорит Господь. Ибо так говорит Господь. Когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово Мое от вас, чтобы возвратить вас в место сие. Ибо только я знаю намерения, какие имею от вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. Посмотрите, удивительно. Бог говорит молиться за врагов своих, которые увели тебя в плен. Молиться за благосостояние этого города. Как это? Мы должны взывать, можно было подумать, взывать о том, что Бог вернул плен Израиля. Молиться о том, чтобы был Израиль освобожден. Но Бог говорит, нет. Ребята, молитесь за тот город. Ибо в этом ваше благословение. И пройдет время, через 70 лет, вы помолитесь, и Бог исполнит то, что Он обещал. Не надо 70 лет стоять в молитве за то, чтобы Бог возвратил Израиль назад. Потому что это Его воля. И Бог эту волю, Он открыл через своего пророка. И на тот период Иеремия, он уже был признанным пророком. Потому что Он это предсказал, и это исполнилось. Друзья, не всегда Божья воля, она будет для нас понятна. Но мы должны с вами очень четко понимать, что мы должны быть послушны Ему и Его воле. И молиться по Его воле. Аллилуйя. Я хочу также, друзья, заканчивая то, чем я хотел поделиться, все-таки сказать еще об одном пункте. Есть еще один интересный духовный принцип, который работает в собрании верующих людей, когда мы собираемся вместе. Вы помните, наверное, в Евангелии от Матвея написано в 18 главе и в 19 стихе следующее. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди них». И согласие, и единство дают ответы на наши молитвы. Для нас очень важно понимать и соглашаться с теми направлениями, с теми движениями молитвы, в которых Бог направляет наше духовное руководство. Вы знаете, никто из служителей себя сам на это место не ставит. Его ставит Бог. И Бог дает определенные направления, куда должна двигаться община. Я скажу вам так. Вот недавно я услышал от Валентина Романовича очень интересные слова. Они очень коснулись моего сердца. И я поделюсь с вами их. После приезда их с Америки, с поездки, у меня была возможность пообщаться с ним немножко. И Валентин Романович рассказывал о церкви своей, о планах, о движениях в этой церкви. Вы знаете, может кто-то из вас знает, может кто-то не знает, церковь 20-тысячная. 24-тысячная. 23-тысячная церковь. 30-ти, 35-тысячная церковь. Я просто 20-ти, это было, наверное, год назад или два. 35-тысячная церковь. Вы представляете? И я спросил, я говорю, Ребе, я не понимаю, в моей голове не укладывается, как можно вообще руководить такой церковью. Как вот это можно все количество людей двигать. И вы знаете, что мне сказал Валентин Романович? Он сказал удивительные вещи. Он сказал о том, что успех этой церкви в том, что есть группа людей, которая поняла, что Бог дал видение старшему пастырю. И они соединились вокруг этого видения. Каждый из них, он готов делать то, что ему надо делать. Он готов даже оставаться в тени, но он понимает, то, что видит пастырь, это видение от Бога. Их успех, успех в единстве. Их успех, успех согласии. И я верю, что наш успех, он тоже в единстве и согласии. Если коснуться момента нашей молитвенной с вами жизни, то когда мы собираемся вместе на наши молитвенные служения, нам очень важно понимать, что то, что дается нам направление, или Рэба дает, или служителя дает нам направление молитвы, то очень важно двигаться в этом молитве, соединившись в единомыслии, соединившись в единодушии, а не так, что община движется, тут кому-то пришло понимание, он начинает двигаться в другом направлении. Это не есть согласие. Если ты имеешь понимание о молитве, подойди к служителю, подойди к Рэбе, скажи, у меня есть понимание. И после того, как община помолится в данном направлении, помолится и о твоей нужде. Бог, Он есть, Бог устроит свои порядка. Бог, Он желает целостности, единства нашего народа. И я хочу сказать, что я уверен в том, что в этом есть успех общины. Успех общины есть в том, что если каждый из нас с вами, он будет иметь личные отношения с Богом. Успех, он в том, если каждый из нас, он будет иметь правильную, настоящую, живую молитвенную жизнь. Успех общины, если каждый из нас, он будет вдохновлен ответами на наши молитвы, потому что это вдохновляет и поднимает твою веру, и мы будем готовы идти и передавать эту веру другим людям. Успех наш в том, что если мы будем собираться вместе, мы будем соединяться в одно целое, в один организм, двигаясь в том направлении, в который Бог определил нам двигаться. Бог един. И Он ожидает от нас единства. Он ожидает, чтобы на нашем жизненном пути мы учились, мы назидались, мы искали Его лица, мы пребывали в Нем. Послушайте, важность пребывать в Нем и важность пребывать всем вместе. Есть одна очень хорошая поговорка. Один в поле не воин. Соединившись, мы становимся многими воинами, воинами Ишуа, которые можем нести Его свет, помогать друг другу, молиться друг за друга и видеть ответы на наши молитвы. И я желаю, чтобы действительно в наших жизнях было больше ответов. Простые примеры. Простые примеры того, когда Бог отвечает. Все очень просто, но надо решение. Надо решение быть послушным Богу. Надо решение искать Его лица, исполнять Его волю. И тогда благословение покроет наши жизни. И мы, каждый из нас в личности, и вся община, она исполнит Его предназначение. И давайте, если мы говорили о молитве, мы помолимся. Аллилуйя. Аллилуйя, святый. Ави нашевы шумая, Господь, Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты на этом месте. Ави нашевы шумая, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, и Ты не оставляешь нас, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты учишь нас и говоришь внутрь наших сердец, потому что Ты хочешь, чтобы мы совершили путь нашего спасения, чтобы мы принесли множество плода для Твоего Царствия. Ава, мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты научил нас молиться, как об этом просили Твои ученики, чтобы мы знали Твою волю, чтобы мы просили о Твоей воле, Господь. Аллилуйя. Отец, мы просим Тебя, чтобы когда мы собираемся вместе, мы были целостны и едины, Господь. Чтобы, Боже, мы были, как Ты, одним целым, один народ, как один человек, имея одно сердце, одни мысли, одни желания, одни стремления, Господь. Мы желаем увидеть славу Твою. Мы желаем, чтобы по нашим молитвам больные исцелялись. Боже, слепые прозреваем. Боже, святые, мы желаем, чтобы приходило освобождение в жизнь людей. Мы желаем, чтобы наши дома были спасены, наши семьи были спасены, Господь. Аллилуйя, святый. И мы благодарим Тебя за то, что есть обетование у Тебя, за то, что все, что Ты обещаешь, оно исполнится, потому что Ты с нами. Ты направляешь нас Духом Святым. Твой Дух, Он живет в наших сердцах. Аллилуйя. Боже Святый, помоги нам быть действительно небожителями. Помоги нам пребывать в Твоем Царстве. Во имя Ишуа Мессии. Песня. Жду мы меня найти, она пришла с небес. Так велика, что смерть не смогла удержать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok что Ты так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Боже, и помоги нам, Господь, помоги нам соединиться в этом стремлении и желании. Помоги нам, Боже, нести Евангелие евреям и неевреям. Мы жаждем спасения еврейского народа. Мы соединены вокруг этого видения. И мы просим, Абба, дай нам евреев, Господь, дай нам, Боже, сказать о любви Твоей. Аллилуйя! Благословен на имя Твое! Благословен Ты, Царь Славы! Благословен Бог сильный! Благословен! Аллилуйя! Благословен ты, Царь Славы! 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 Продолжение следует...